Тем временем в Сладковском районе планируют автоматизировать рыбное производство. Объемы реализованной продукции за прошлый год выросли почти на треть. Это более тысячи тонн. Предприятие выращивает рыбу на 18 Сладковских озерах. Вылов ведется ежедневно. На рыбалке побывала и моя коллега Оксана Павлова. Озеро Власово, полдень. Невод длиной в километр сутки был под водой. А значит, пора его вытаскивать. Самый максимальный улов на памяти местных рыбаков – 25 тонн. Самый минимальный – одно ведро. Это зависит от множества факторов. Бывают и 20 тонн, и 15 тонн. Это, конечно же, в весеннее время, когда рыбу поймать легче. И она более в неподвижном состоянии, в анабиозе, так сказать, находится. Конечно, ее легче в весеннее время поймать. Сейчас просто сложнее, потому что высокий кислород на озерах, который, как правило, заканчивается к весне. Сегодня власовские воды отдали рыбакам почти тонну рыбы. Здесь зеркальный карп, щука, окунь, пеледь. Мелочь сюда не попадает. У нас невод соответствует тому, чтобы мелочевка не попадалась. То есть вся молоть остается подо льдом. Мы ее не вытаскиваем сюда. Вся рыба с озера тут же поступает на завод. Ее сортируют и перерабатывают. За одну смену через руки девяти рыбообрабочиц проходит от двух до трех тонн рыбного сырья. Только представьте, каждую тушку нужно избавить от внутренностей, отделить голову. И только после этого она отправляется на дальнейшую переработку. Но через месяц этот процесс будет уже автоматизирован. Часть рыбы тут же поступает на прилавок в свежем виде. Еще часть замораживается. Но особой популярностью пользуются продукты переработки. За прошлый год хозяйство реализовало почти 400 тонн рыбы холодного копчения, 60 тонн котлет и 5 тонн вяленой рыбы. У нас вариантов и предложений много. И в дальнейшем мы будем выпускать соленую мороженую продукцию из охлажденной рыбы. Эта продукция будет как закуска блюдом, различным праздничным, праздничному столу. Сегодня продукция поступает на прилавки тюменских магазинов, а также в Омск и Курган. Географию сбыта сладковской рыбы планируют расширять. Оксана Павлова, Евгений Путько, Тюменское время.